Добрый день, с вами я Наталья Колганова. С 1 января 2025 года на российском рынке появится новый инструмент для долгосрочных инвестиций – долевое страхование жизни. В одном договоре будет сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в ПАИ – ПАИ Инвестиционного фонда. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, у которого будет получена необходимая лицензия для работы с этим продуктом. ПАИ Инвестиционного фонда, в который вложены средства по договору долевого страхования жизни, будут находиться в собственности клиента и защищены законом об инвестиционных фондах. Клиент будет сам определять, какая доля от внесенных средств будет инвестироваться, а какая будет приходиться на страхование жизни. Все эти параметры будут указаны в договоре долевого страхования жизни. Данный вид страхования дополнит уже существующие многочисленные выгодные предложения для населения, включающие в себя функцию страхования и накопления. Например, новые продукты накопительного страхования жизни с гарантированным доходом – это сейчас продукты больше с инвестиционной составляющей, но они также включают в себя финансовую защиту от страхования жизни. Продукты страхования жизни позволяют клиенту сохранить и защитить свои финансовые средства, получить инвестиционный доход, защитить жизнь и здоровье, получить гарантированное возмещение рисков и даже получить налоговый вычет от государства. Страхование жизни населения является механизмом эффективной защиты, я бы сказала, социальным буфером по сохранению благосостояния населения, несет в себе накопительную функцию по аккумуляции денежных средств, а также обеспечивает экономику страны инвестиционным капиталом. Рынок страхования жизни играет важнейшую роль в стратегическом секторе экономики каждого государства. Страхование является одним из ключевых финансовых институтов рыночной экономики. Так почему же столь выгодные и необходимые как для населения, так и для государства в целом продукты страхования жизни до сих пор не востребованы на должном уровне? Причин отсутствия популяризации страхования жизни, конечно, несколько. Например, мисселинг и большая его часть со стороны банковского сектора, отсутствие страховой культуры и должной финансовой грамотности населения для использования защитных финансовых инструментов. До сих пор население России не склонно относиться к вопросу управления рисками, подсчета своего уровня жизни и получения дохода в будущем. Но и одним из очень важных аспектов недооцененного на должном уровне со стороны населения продукта страхования жизни, на мой взгляд, является страшилки того, что вложенные финансовые средства в страховой продукт – это очень рисковые вложения. Я сейчас не буду говорить о высокой степени защищенности вложений, я только предложу вам поинтересоваться историческим фактом. Сколько банкротилось страховых компаний, занимающихся страхованием жизни, делаю акцент именно страхованием жизни на горизонте времени 100 лет, и сделать срез и анализ не только в части нашей России, но и мировой? И сколько банкротилось банков на горизонте 10 лет и только у нас в России? Полагаю, что ответив на этот вопрос, придет понимание в части надежности компании, занимающиеся страхованием жизни. А с ним и желание разобраться во всех преимуществах и выгодах данного продукта. Когда человек владеет достоверной информацией, это помогает в принятии грамотных решений, минимизирует риски и тем самым способна повысить финансовую безопасность ваших финансов. С вами была Наталья Колганова, до встречи в эфире!